Даже не знаю, с чего начать. Первый раз, по-моему, в жизни не знаю, с чего начать видео. Потому что начинать со слов «а завтра была» не очень хочется. А что сказать, пока не понятно. Пожалуй, начну со слов человека, который пережил одну из самых страшных войн и не потерял ни на секунду ни чувства оптимизма, но ни чувства юмора, скажем так. И начну я с его короткого... У него очень много приятных коротких рассказов, но и такие полуфразы. Это не Станислав Яжевец, это Феликс Кривен. Понимая всю важность своей миссии, часы не шли, они стояли на страже времени. Я вам показываю сейчас часы. Сморинский столб, это по факту огромные солнечные часы. Как он работал? Когда солнце достигало полудня, синита, то полностью тень от Мариинского столба падала вот сюда, на Мариинский полдник. На нём как раз девушка фотографируется. Сейчас я покажу. Так вот, как только тень достигала вот этого предела, то считалось, что в Праге полдень. Шли очень-очень долгие годы. И в Праге возникла проблема. Прага не имела единого измерения времени. Даже когда построили Клементином, когда построили его астрономическую башню, всё равно полдень измерялся исключительно Мариинским столбом. Интересное такое искривление. Да, за счёт перспективы. Я думаю, почему у меня столб слегка наклонён, но дома ровные. То есть, если на башню перевести, он будет, да, он в какой-то момент становится ровным, потом опять наклоняется. Вот так он ровный. Ну, плюс-минус. Между 1891 и 1911 годами время измерялось, полдень измерялся именно Мариинским столбом. Когда тень падала на полдник, вот в той части, вот там, где торчат антенны, там находилась, там сейчас находится вилла Крамера, а раньше там находилась базилика Святой Марии Магдалины. На ней стояла огромная пушка. А вот там, на самой-самой верху, на самом-самой верху башни, там сидел специальный человек, который сидел, смотрел, чтобы полдник закрыл, чтобы столб закрыл себе полдник. Он давал специальным флажком отмашку, и, собственно, с бастиона Святой Марии Магдалины стреляла пушка. Что происходило в этот момент? Богатые мещане уже во времена, когда появились часы, они сверяли свои часы именно с выстрелом пушки. Не с тем, как в обсерватории показывали, натуральное время, а с выстрелом пушки. А все остальные по выстрелу пушки начинали обед. Здесь же в противовес такому узенькому, тоненькому, красивенькому столбу стоит такой широкий и массивный памятник Яну Гусу. Про памятник я рассказывала и даже оставляла на него ссылку. Повторяться не буду. Одна из надписей на памятнике как бы гласит, кто такие воины бога. Доминанты памятника являются, естественно, Ян Гус. А вот эти вот статуи, которые расположены вокруг Яна Гуса, это протестанты, принявшие разного рода гонения. И ближе к разнице, вот сюда, скажем так, ближе к этому месту, это группа, которая была казнена протестантской или замученной, или еще чего-нибудь на 200 лет позже, чем те, которые были гонимы вместе с Яном Гусом. Почему она расположена позже? Потому что здесь происходила казнь 28 панов, принявших участие в сословном восстании. Я могу оставаться, собственно, на старомаке и рассказывать истории. Могу уйти со старомака и рассказывать истории. Совершенно неважно, потому что я буду сегодня просто рассказывать истории. И первая история, которую я хочу рассказать, это опять-таки, как это, есть куча банальных фраз, да? Господи, избавь меня от друзей, я с врагами разберусь сам. Вот одна из таких фраз. И да, я хочу рассказать такую историю. Я хочу рассказать историю о дружбе палача и казненного им впоследствии доктора. Вот здесь они были казнены. Стоять и смотреть на кресты мне не очень хочется, поэтому я либо просто буду ходить по площади, либо буду ходить по округе. Давай по округе пойдем. По округе пойдем? Куда пойдем? Прямо и направо. Там людей будет еще. Не знаю, насколько вам заходит, когда мы бродим просто по кругу и рассказываем истории, но пока ничего другого мне в голову не приходит. Простите. У меня вообще настроение снимать, рассказывать в такие дни не очень много. И, ну, не знаю, посмотрите, что получится. Я посмотрю тоже. Зайдет вам, не зайдет. Итак, история, которую я хочу рассказать. Палач Медларш был исполнителем казни на Старомаке. Много преступников отправил он на тот свет. Но пришел день, когда ему пришлось казнить нескольких своих друзей. Давайте я вам вначале расскажу, что такое вообще был палач в то время. Палач, чтобы было понятно, это был неприкасаемый человек. С ним нельзя было здороваться, ему нельзя было смотреть в глаза, нельзя было подходить открыто к его дому. Вся его семья считалась, он сам считался фактически прокаженным. И вся его семья, жена и дети, они тоже считались, ну, прокаженными фактически. С ними нельзя было никак контактировать. История самого Медларжа, она достаточно странная. Есть несколько вариантов. Первый вариант, что он был из дворянского рода. И он участвовал в дуэли из-за какой-то девушки и убил своего противника. За это раньше, конечно же, полагалась казнь. Но ему предложили вместо казни фактически жизнь изгоя и стать палачом. Вторая версия, что он взял на себя какое-то преступление, совершенное любимой девушкой. Стал палачом за это. Опять-таки ему предложили как бы казнить или умереть. Он стал палачом. И эта самая девушка, ради которой он все это совершил, сказала, что она не выйдет замуж за палача. И как бы его бросила. Медларж был женат, и у него было двое сыновей. Женат он был на очень скромной женщине. И о ней, собственно, ничего не известно. Кстати, вот так. Давай, меня будет слышно. Да, тебя будет слышно. В случае, если палач умирает, его семья продолжает считаться прокаженной? Или они уже как бы с ним не контактируют и поэтому... Нет, его семья остается прокаженной до конца жизни. И его сыновья оба стали палачами. То есть по наследству передается ремесло. И они, ну, то есть за дочь палача выйти замуж не представляется никому возможным, кроме палача. А сыновья? Сыновья? Ну, кто-то когда-то соглашался, да? Но Медларжи нашел свою жену. Может, он ее до того палачил? Нет, он был до того, у него была вот эта вот девушка из богатой семьи, из-за которой он и стал фактически палачом. Потому что именно Медларж, он имел образование. Он не был как бы необразованным человеком. Он имел образование. И это сыграло с ним разные странные жизненные как-то штуки. Когда Медларжу пришлось казнить своих друзей, его успокаивали две вещи. Первая вещь, он был самым лучшим палачом. То есть, чтобы вы понимали, отрубить голову не так просто. Для того, чтобы отрубить голову и жертва не мучилась долго, нужно иметь огромную силу и огромный навык. Медларжи был именно таким палачом. Плюс ко всему, казни были не только в отрубании головы. Своему лучшему другу вообще по жизни и единственному, самому лучшему другу, Медларжу пришлось вырезать язык еще живому, прибить язык гвоздем ко лбу и потом только отрубить голову. То есть, он знал, что он сделает это быстро, и его друг умрет быстро, без мучений. Вторая мысль, которая успокаивала палача, состояла в том, что он знал, что в конечном итоге ему придется убить своих друзей. И он знал это не потому, что, как это сказать, не потому, что он обладал даром провидца, не потому, что он очень сильно интересовался политикой. Просто это было очевидно. Ну и плюс ко всему, конечно же, была мистическая история, которую подтверждают дневники того самого друга, которому пришлось вырезать язык и прибить его гвоздем ко лбу. Глаш дружил с доктором Есениусом. Я уже говорила, что доктор Есениус – одна из самых любимых мною книг. Там есть очень много неточностей исторических, но в общем и целом картину она описывает правильно. Доктор Есениус в Праге первым проводил так называемый анатомический театр. Обойдем Ставовское мимо Каролинума и в обратную сторону. Слушай, ну просто я сама не знаю, куда идти. Все говорят, что я что-то некрасивое показываю. Поэтому пошли за Ставовское, а тут красиво. Так вот, он был первым человеком, который проводил в Праге анатомический театр так называемый. Это было трехдневное представление, на котором тело преступника при большом скоплении народов вскрывалось. Ну то есть это была патанатомия. Он вскрывал тело, изымал все органы и рассказывал подробно, какой орган что делает, за что отвечает, какой болен, какой не болен. Но говорят, что при этом присутствовал, при этом, ну на этом анатомическом театре присутствовал сам Рудольф II, правда инкогнито. Потом точно такое же вскрытие доктор Есениус проводил в тюрьме персонально для Рудольфа II, потому что Рудольф II, как известно, мечтавший о бессмертии, они все мечтали о бессмертии. Кто не мечтает о бессмертии? Я говорю, только дурак не мечтает. Ты такая, я. Хорошо. В общем, Рудольф II мечтал о бессмертии, делал все возможное и невозможное для этого, собирал здесь всех алхимиков, искал философский камень, эликсир бессмертии и так далее, и так далее, и так далее. Плюс ко всему, его очень сильно интересовало, как работает человеческий мозг. И он специальным образом вызывал доктора Есениуса. Его не интересовали все внутренние органы, его не интересовало именно вскрытие и рассмотреть человеческий мозг. То есть это тоже как бы не легенда, ну или полулегенда. То, что Есениус проводил вскрытие, это как бы, как это сказать, подтвержденный факт. Вот, у меня слова вылетают из головы. Здесь нет народа. Пошли тогда до конца и вернемся. Тут и картинка неплохая, и народа нет. Как происходил сам анатомический театр? Доктору Есениусу нужен был ассистент, естественно, потому что вскрывать самому и все это разбирать, он бы и за неделю не справился, а тело бы протухло. И ассистентом у доктора Есениуса, как вы уже догадались, был никто иной, как палач. Потому что кто еще может заниматься такими делами? Да. Самое интересное, что после того, как закончилось все это действие, весь этот театр, доктор Есениус очень хотел получить скелет. Ну, то есть, для изучения костей и всего остального. Я попробую, если вы кушаете, то перестаньте на некоторое время это делать, потому что я вам попробую рассказать, как в древние времена получали скелет. Тот, на котором, ну, как это, студенческий экспонат. Как его назвать? Макет. Но это был не макет, это были явно... Просто скелет. Просто скелет, да. Значит, тела нет. Мясо он срезал еще, когда шел анатомический театр. Для того, чтобы получить скелет, вот этот вот труп в течение суток вываривался в кипятке. Для того, чтобы все сварилось, отошло мясо, чтобы вся костная ткань сварилась, и ее можно было оттуда... В общем... Выпить. Ну, не выпить. Слушай, ты совсем уже. Нет, они оттуда ее просто извлекали, она вытекала, и дальше оно все собиралось на проволоку. Кто мог согласиться в те времена, когда даже анатомический театр был... Здорово. У нас какой-то проходит... Что-то у нас где-то проходит. А, да, я поняла, что и у нас проходит. Камера машет. Да, я люблю таких, кстати. Это у нас футбол. И это одни из... Болельщик, я хочу этот дом показать. Наверное, на ту сторону перейдем. Так вот. Трупы. Да. Кто мог согласиться в те времена вот так вот взять и сварить тело, чтобы потом из него отковыривать мясо, выливать оттуда костный мозг и все остальное. Только палач. И доктор Есениус естественно пришел в дом палача. Причем он сделал это не тайно. То есть представьте себе абсолютно прокаженный кто-то и к нему приходит человек, который занимается здоровьем самого Рудольфа Второго. Представили степень как это бесстрашие этого человека. Они действительно сделали за два дня макет этот... Я не знаю, как это назвать. Короче, они сделали этот скелет учебный. И за это время у них были очень долгие споры с самим палачом. Я уже сказала, что у палача было очень хорошее образование. Они спорили и о месте человека в этом мире и о том, что является не является грехом, что является не является божественным и обо всем на свете. Единственное, что отмечено, что в этот момент к палачу бегали все. То есть все, кто хотели получить исцеление от проклятия, бегали за всякими веревками от виселицы. Все, кто хотели получить какое-то там любовное зелье, все бегали за кровью, короче, разлученной. Нет, за кровью, которая капала на землю, когда отрубали голову. В общем, у него... А как это с любовью связано? Ну, не знаю. Тогда было поверье, что если на этом всем чего-то замешать, то это будет любовный напиток. Любовь до гроба. Ну, да. Интересно, сколько травилось? Ладно, это все не относится к тому, что я хочу рассказать. Вот. И он в эти два дня, когда они делали, собственно, свое черное дело, он не принимал никаких посетителей и отправил палач. И отправил жену своих сыновей, она приготовила им еду, и он ее отправил из дому. Уж где она была, я не знаю. это я нигде не находила. Может, у родителей. Явно же ее родители тоже были как-то связаны с казнью. И в эти два дня надо сказать, что Медлаш держал все свое оружие, весь свой инструмент. Он его всегда держал у себя на глазах. То есть он у него был развешан по стенам, причем под этим, под этими мечами и под этими всеми приспособлениями, при помощи которых он казнил. Он ел. И в какой-то момент под эти мечи сел доктор Есениус. И один из мечей сорвался со стены. И тогда палач Есениусу сказал, что меч всегда знает кровь. Мне придется тебя казнить. Это было в самом начале знакомства, и это тоже подтвержденный факт. то есть это не какая-то глупая история, не какая-то легенда. Так много времени прошло, как Мадлаж действительно перерубил горло своего уже к тому моменту мертвого друга. Вот так он его казнил. 1 июня 1621 года состоялось знаете, опять-таки банальные стишки. Я не знаю, почему меня на банальщину тянет. Скучно жить в 10 веке. Ни кино, дискотеки. Спали от ведьмы или двух, вот и весь тебе досуг. Тогда казни считались театральным действием. Собиралась куча народа. Сидеть так, чтобы на тебя летели брызги крови, считалось ну прямо вау. Самые дорогие места, самые почетные. То есть 21 июня 1621 года состоялась казнь, которую можно назвать просто кровавым представлением. Все это кровавое представление было около восточной стороны Радницы. И восточная сторона Радницы была выбрана не случайно. Казни должны были состояться напротив Тынского храма. Потому что Тынский храм на тот момент я вам уже рассказывала был как бы с гусицким. Вернуться показать еще раз место казни. Ну давай или пойти по Ратирской. Давай вернемся покажем еще раз место казни. И плюс ко всему восточное место было выбрано чтобы Тынский храм видел. Давай вот тут пройдем. Мы никогда тут не проходили. Тут красиво. Тынский храм был выбран во-первых потому что там конечно же были гусицкие службы но и плюс ко всему ну и плюс ко всему я просто зависла задумалась о чем-то другом и перестала понимать о чем я рассказывала так вот плюс ко всему там была разница да то есть что все решения приняты правильно саму разницу затянули полностью черной тканью место эшифота и место куда могли долететь брызги крови тоже затянули черной тканью где-то есть у меня литография если я ее найду именно самого процесса казни если найду поставлю нет ну то есть это было реально огромное театральное действие на целый день вся казнь была продумана до мельчайших деталей чтобы заглушить последние слова тех кто говорил там о свободе о народе и все остальное из града привезли трубачей и барабанщиков и как только объявляли имя кого будут казнить сразу начинали трубить трубы и стучать барабаны ну чтобы неповадно было что-то сказать дальше нет язык кстати вырезали только есениусу и есениусу вырезали язык но это надо читать просто всю его историю потому что он обладал прекрасной риторикой он был прекрасным оратором и очень многие вещи случались именно потому что он о них говорил ну то есть всякие договора подписывались это сложная история если я сейчас начну ее еще рассказывать мы либо не уйдем отсюда либо все уснут то ой бузе мой что с лапой нет у нее слабое по-моему все в порядке животинушка вон хозяйка стоит да у нее что-то с лапкой но зато у нее есть чудесная прекрасная хозяйка я бы вообще ее взяла на руки но хозяйке виднее да чтобы ой но она хорошо бегает даже несмотря на хорошо что у него есть хозяйка что раз хотела сказать что я обожаю чехию за то что здесь нет бездомных котов бездомных собак за то что здесь очень жестко наказывают если вы выкинули свою собаку или кота за то что вы издеваетесь над собакой или котом то есть я очень рада что у нас такие жесткие законы по этому поводу и это говорит о том что вот у всех таких вот собак есть свой хозяин да это минусы того что ты живешь в центре города ты вышел с собакой погулять тут же тебя сняли и тут же тебя обсудили ну ничего я думаю девочке плевать глубоко на то что кто и что думает у нее есть хороший друг сильно отвлеклась и по всей видимости опять мне придется очень много вырезать на чем мы остановились мы остановились на казни когда эшафот был убран полностью с улиц ну в смысле со старомака люди принесли на это место на место казни камни и поставили большие камни на место где казнили людей их поставили 27 штук озвучу наш спор крестов на площади 28 я уже рассказывала что один из тех кого должны были казнить он сбросился в оленей рог рог господи рог в оленей рог и разбился насмерть и его мертвое тело приволокли казнили здесь поэтому камней стояло 27 по количеству живых казненных а крестов на площади 28 по количеству собственно жертв всего этого всей этой казни смотри это был мещанин мартин фравелони из подоле и 7 июня он находился в белой башне на граде и с белой башни на граде он выпрыгнул в оленей рог и не выжил но его казнили то есть его тело притащили сюда и обезглавили а голову ну ладно до голов я сейчас дойду до всех головы не собиралась сегодня все головы были повешены на пике во всяких знаковых местах города как раз голову фравелони повесили на конском базаре на ватсовской площади сейчас его тело разрубили на части и разбросали по городу так чтобы его невозможно было найти до сих пор остается загадкой судьба 12 из 17 отрубленных голов после казни Медлаж сложил эти 12 голов и отнес их на Саромнецкую мастецкую башню на как господи ну Саромнецкая мастецкая башня на башню на Карловом мосту со стороны Сарамака где по приказу короля он насадил их на длинные железные прутья и вывесил их на башне на усиленные почти полностью всем своим состоянием просьбы вдовы сняли голову Яхима Онджа Шлика через год его голову приложила вдова к телу и захоронила достойно и эта голова минус одна то есть остается 11 неопознанных голов все больше оставшиеся 11 голов висели на башне до ноября 1631 года когда пришло сасское протестантское войско и головы они сняли с башен они сняли головы полностью их идентифицировали и по легенде они похоронили их воду здесь в Тынском храме в особом месте которое невозможно найти пинский храм надо сказать при советском советах да и потом его сто пятьсот раз археологи обследовали головы этих там они не нашли то есть почему они так сделали протестанты понимали что они в Праге очень ненадолго что их выбьют католики и что после того как они потеряют все свои позиции в Праге эти головы обратно черепа уже обратно водрузят на мост поэтому они пустили слух скорее всего никто не знает что стало с этими головами до сих пор то есть ответа на этот вопрос нет ученые предполагают что скорее всего они пустили слух что эти головы захоронены в тынском храме ну типа там и ковыряйтесь а на самом деле все головы были отданы женам и жены перезахоронили тела своих мужей вместе с головами в тайных местах все в разных то есть вот такая вот версия потому что голов нет и никто не может их найти ну наверное на сегодня печальных историй хватит помашем пока-пока старомаку пока-пока старомаку не знаю насколько вас отвлекла эта история но можно сказать знаете что держи держи не ну ладно в смысле можно сказать что все почему-то любят цитировать опять-таки банальности все любят цитировать что бывали времена похуже но не было времен подлей ну вот вам история бывали времена подлей бывали времена намного подлей то есть когда друзья предавали когда союзники предавали когда не знаю все кто считали кого-то родственными предавали нападали убивали все крутится по кругу то есть ничего нового в этом нет и это очень жаль что ничего нового в этом нет вот и все я могу процитировать в конце тоже банальщину это стих Бернса мы принимаем все что получаем за медную монету а потом порою поздно пробу различаем на ободке чеканно золотом так что сил вам всем настроение не желаю его точно не будет ну просто сил сил все это пережить выжить я знаю очень многие мои зрители для них сейчас главная задача именно выжить сохранить своих детей в общем сил вам всем а от нас пока-пока давай пока-пока мы вас любим держитесь